Активируем модуль проектирования элементов каркаса и поверхности. Выделим плоскость YZ и создадим еще три плоскости относительно этой выделенной. Ну, например, на расстоянии 500 мм. Вот мы создали с вами еще три новые плоскости. Выделяем последнюю плоскость. Создаем эскиз и поставим в центре просто точку. В начало системы координат определим. Вставим. Выделяем предпоследнюю плоскость. Создаем в ней эскиз. Произвольный. С помощью сплайна. Аналогично поступаем со второй плоскостью. Теперь мы создадим направляющие. Вот первая направляющая создана. прорисовываем вторую направляющую. Соединяем точки. И теперь вызываем команду создание многосекционных поверхностей. Выделяем два эскиза. Попробуем их создать. Ошибка. Меняем направление. И теперь же попробуем создать с учетом направляющих. Указываем направляющие. Все прорисовали. И вот теперь мы с вами посмотрим на две функции, которые имеются в команде создания многосекционных поверхностей. И вот в этой закладке повторное ограничение. Если мы отключим включаемую по умолчанию функцию, обратите внимание, соединение происходит, либо отключается системой координат. И вот со второй функцией точно так же. Таким образом, включая и отключая, мы можем менять изображение, которое мы с вами создаем.